По характеру он должен быть выдержанный. Снаружи золотистый, цвета карамели, а внутри пушистый и ноздреватый. Так пекарь-технолог Татьяна Герасимюк отзывается о русском пасхальном куличе. Еще век назад в России существовало более ста разновидностей. Архимандрейский, праздничный, сытный. Канонов в этом виде выпечки никогда не было. У каждого народа свой плов, и у каждого считает, что он традиционный и правильный. Так же и куличи. Каждая хозяйка считает свой рецепт правильным. Ну а традиционный кулич – это очень сдобное дрожжевое тесто. Чтобы порадовать близких настоящим куличом, хозяйке надо иметь в запасе не менее трех часов. Процесс этот весьма кропотливый. Ну с подготовки сырья начнем с того, что дрожжи должны как опару поставить, чтобы они начали уже жить, оживать. Подготавливается отдельно яйцо, отдельно мука, просеивается обязательно. Маргарин должен быть мягкий, не растопленный, а вот мягкий, как масло сливочное такое до бутерброда. Ну и потом уже процесс замеса пошел. У каждого, как говорится, свои хитрости. Ну традиционно это мука смешивается, соль, сахар, ваниленчик. Заливаются дрожжи, все это вымешивается, добавляется маргаринчик. Главное хорошо вымесить, выбродить, выстоять и испечь. Характерному аромату кулич обязан специям, главная из которых шафран, другая ваниль. Правда достать настоящий все труднее, и кондитеры пользуются заменителем. По признанию специалистов, вполне безобидным. Ванилен, возможно, не из палочек, не натуральный, а синтетический ванилен. Ну сейчас натурального и не найти, если честно. Но во всем другом сотрудницы этой мини-пекарни используют только натуральные продукты. В выборе украшений для кулича предпочитают белую помадку. Сахар взбивают с яичным белком. Нам тоже доверили сделать один куличик, расписать. Для этого можно использовать совершенно разные инструменты. В данном случае я возьму вот такую настоящую кисть. Ворс тоже настоящий, все настоящее. Процесс очень трудный, так же как при обработке обычных поверхностей. Здесь есть определенные нюансы. Надо, чтобы слой ложился ровненько. А вот в этом конусе из пергаментной бумаги находится горячий шоколад. Но он не совсем горячий, он теплый. И вот через вот такое кондитерское изобретение наносятся надписи. Пасхальную выпечку христианские народы украшают по-разному. Греки запекают вареное яйцо, сицилийцы сдабривают взбитыми сливками, британцы заливают марципанами и глазурью. Внешним видом это сдоба только у итальянцев напоминает классический кулич. Кто любит импортные панетоны вот эти, панетты они еще называются, а кто наш традиционный кулич? Ну и как вам? А наши лучше. С начала процесса прошло примерно два часа, и в итоге вот такой куличик получился именно у Колпинской студии. Екатерина Абнатова, Руслан Бичури, новости Колпинского района. Руслан Бичури, новости Колпинского района.